Почему на Донбассе снова говорят орудия, которые должны молчать? С чем связан летний новый виток эскалации вооруженного конфликта после, казалось бы, продолжительной фазы так называемого затишья? Проверки материально-бытовых условий переселенцев, что необходимо знать вынужденным мигрантам, дабы защитить свои права? Мнение экспертов по этим вопросам вы узнаете сегодня из нашего эфира. Добрый вечер, вы смотрите Всем миром, с вами Максим Суражский. Осуществлять обыски или осмотры личных вещей переселенцев, интересоваться банковским счетом, покупками семьи и даже их досугом? Что может себе позволить комиссия во время проверки фактического места проживания внутренне примеченного лица? Как защититься от недобросовестных проверяющих, кто и в каких случаях принимает решения о восстановлении социальных выплат? Об этом говорим с правовым аналитиком благотворительного фонда «Право на защиту» Ксенией Карагеур. Ксения, добрый вечер. Добрый день. Мы уже касались этой темы проверок материально-бытовых условий жизни переселенцев, но это было вскользь. Поэтому сейчас мы хотим вернуться и фундаментально добросовестно проговорить и начнем с самого начала, что, собственно, такое, что под собой несет, какую законную составляющую и как должна выглядеть эта проверка бытовых условий переселенцев. Ну, мабуть, начну с того, чим була запроваджена ця перевірка и что есть такая перевірка. З 8 червня этого года постановой уряда номер 365 были проведены данные перевірки именно для категории внутренне примеченных людей. По-перше, цією постановой был затверджен порядок здействия социальных и пенсионных виплат внутренне примеченных людей. И в обоих этих порядках предбачено здействие перевірки. Что это такое перевірка? Это, что она уявляет собой визит инспектора управления социального захиста додому за местом проживания внутренне примеченной особи. И мету вона несе, как значено в постанове, перевірка достоверности информации щодо места проживания внутренне примеченной особи. Как вона здействуется и строки. Как я сказала, вона здействуется не комиссией, а одним инспектором або працівником управления социального захисту. Для тих внутренне примеченных людей, которые только призначают, так спершу вернулись за виплатой социальных виплат, вона проводится протягом 15 дней с момента отримания управления социального захисту соответствующей заявой. Что до других внутренне примеченных людей, которые до принятия этой постановой уже отримали эти социальные виплаты, в том числе и пенсионные, будь-якие социальные виплаты тут имеются на увазе, то первая переверка, соответственно, до Розъяснения Министерства социальной политики, будет проведена у строк до 24 грудня. И такие переверки, что до всех внутренне примеченных людей, которые отримают будь-який вид социальных виплат, будут действовать раз на півроку. Что вона собою уявляет? По-перше, какие права и обязательства мают инспектори управления социального захисту, когда проходят додому до внутренне примеченной особи? По-перше, безперечно, відповідно до мети обстеження матеріально-побутових умов сім'ї внутрішньопереміщених осіб, инспектор може зайти до примечення внутрішньопереміщеної особи. Але при цьому, що він може питати і які питання вже виходять за область його повноваження, це б ми хотіли зазначити. Що може дізнаватися інспектор? Він може питати, так встановлювати прізвище, ім'я, батькови особи, скільки членів сім'ї цієї внутрішньопереміщеної особи проживають на цій площі, уточнювати дані щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, мається на увазі навіть неофіційне працевлаштування, також дізнаватися щодо нерухомого майна та транспортних засобів, які знаходяться не тільки у власності, але й у володінні і у користуванні внутрішньопереміщених осіб. Також може дізнаватися, в яких навчальних закладах навчаються діти внутрішньопереміщених осіб, у тому числі, на якій формі навчається дитина, чи то денна, чи заочна, і чи отримує така дитина стипендію. Ці питання вона також може уточнювати, інспектор. Також може заносити всі ці дані до акту обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і, відповідно, вимагати у мешканців цієї квартири поставити свій підпис на даному акті. Ксенія, скажіть, а по яким критеріям буде оцінюватися, а всередньо прийматися рішення, визгнувати виплату такої сім'ї або не визгнувати? І кем? Хто буде входити в цю комісію? Якраз факт наявності або відсутності внутрішньопереміщеної особи за адресою, яка вказана вона і в довідці, і буде таким критерієм. У разі, якщо при першій перевірці, яка здійснюється протягом 15 днів, внутрішньопереміщена особа не була за цією адресою під час перевірки, то їй можуть відмовити у виплаті соціальних виплат, у призначенні та виплаті. У разі, якщо ми кажемо вже про ту перевірку, яка здійснюється раз на 6 місяців, то можуть, тут трохи алгоритм інший, інспектор спочатку, якщо встановлює відсутність внутрішньопереміщеного особи, він залишає повідомлення про необхідність зайти до управління соціального захисту та повідомити, що особа є, тобто показати себе протягом трьох днів. І якщо навіть після цього внутрішньопереміщена особа не навідалась до управління соціального захисту, то їй направляється рекомендованим повідомленням ще одне повідомлення про необхідність з'явитися знову ж таки протягом трьох днів. І який механізм після того, як було перше увідомлення, що з'явитися в течіння трьох днів, потім спеціальним письмом, вторе увідомлення, і приходить людина, показується з паспортом, от це я тут переселенець, от я дійсно там живу. Після цього прийдуть до нього перевіряти і описувати матеріально-битові услові? Внутрішньопереміщена особа, яка пройшла таку перевірку, вона вже не має її проходити протягом наступних півроку, відповідно до змісту постанови. Але передбачено в рамках здійснення контролю за цими соціальними виплатами ще додаткові перевірки, але вони здійснюються, там є певний перелік підстав, за якими здійснюються ці додаткові перевірки. А якщо ми кажемо про регулярну, то після проходження першої або регулярної перевірки до внутрішньопереміщеного особи знову не навідуються, не мають принаймні навідатися. Також я б хотіла зауважити, що були такі зауваження, що у внутрішньопереміщених осіб на прийомі питали, якісь питання, наприклад, які не відносяться до її фізичної ідентифікації. Или требували документи, яких не мають права требувати. Такі можуть бути нарушення. Необходість з'явитися до управління соціального захисту означає, що документами, які посвідчує її особа, має з'явитися просто все. Більше нічого. Жодних документів, які підтверджують те, що вона за поважних причин була відсутня вдома. Тобто, що особа може бути і просто відсутня вдома. Вона може вийти в гості, вона може бути на роботі. Тут жодних таких вимог не мають допускатися з боку інспекторів на прийомі. Якщо ж ми говоримо саме під час перевірки, чого він не може зробити також інспектор, це запитувати питання особистого характеру, такі як, наприклад, в яких магазинах та які продукти особи купують, так. Рахувати кількість техніків квартири, оцінювати її, там, якісь характеристики, так. Що може запитати, це стосовно покупки або оплати послуги внутрішньопереміщеними особами, яке перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму. Але щодо кількості, наприклад, якихось, наприклад, одягу, так, одиниць одягу, вона не може запитувати інспектор. Він не може також питати, наприклад, питати контакти знайомих та родичів, внутрішньопереміщені особи, в яких вона просто тимчасово проживає та гостює. Якщо особи ніде жити, вона визначила цей адрес як свій адрес тимчасового проживання, то це не означає, що вона матиме розголошувати так контакти та якісь інші характеристики свого родича або знайомого. Це, перш за все, вимоги відповісти на питання, які не відповідають та не узгоджуються з метою візиту. Тобто, для того, щоб були такі просто спроби з боку інспекторів, встановити, чи дійсно особа там проживає. І, судячи з усього, інспектор запитував такі питання. А де ваша зубна щітка? А в які магазини виходите? В яких місцях ви гуляєте? Тобто, це ніяк не відноситься до того, до мети обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. І тому на такі питання ми рекомендуємо просто не надавати відповідь. А якщо з боку інспектора будуть допускатися якісь більш грубі порушення, то ми рекомендуємо звертатися прямо на гарячу урядову лінію, повідомляти про це, дзвонити до наших приймалін, ви наші адреси можете знайти на сайті www.vpl.com.ua, також у Повноваженому Верховної Ради справ людини для отримання консультацій. І з метою повідомлення про такі порушення. Ксенія, я знаю, що в Собесах катастрофічно не вистачає спробітників для цих, власне, проверок. І від плана проверок, т.е. по максимуму правительство і Мінсоцполітики планирують проверити кожного переселенця. Але реальність тих, скільки проверили від плана, відвідується процентом, мабуть, на 90 з чем-то. На 95. Могуть ли визникнути проблеми у переселенців з тим, що їм просто перестанують виплати, лише тільки тому, що їх не можуть проверити в связі з тим, що не вистачає банальної спробітників, нікому проверяти. Ця проблема вже є, особливо для тих переселенців, які намагаються відновити свої виплати, але до них не приходить ще перевірка, тому що не вистачає людських ресурсів в управлінні соціального захисту. І через це ще більше часу проходить до того моменту, як їй призначаються ці виплати або відновлюються. Тобто і такі особи чекають вони у черзі. Ми продовжимо говорити на цю тему чуть позже. Я в курсі, що сотрудники одного із САБЕСів, в связі з тим, що не вистачає ще перевірки ресурсів, решили себе несколько упростити роботу. Я попрошу режиссера показати, як. У нас є фотоснімок. Це список переселенців, живущих в домі. Українців призывают доносити на переселенців, а їх списки і їх персональними данами розклеюють на під'їздах домів, в которых вони проживають. Кто і чому це робить, спросимо у руководителя Луганського областного представлінства Всеукраїнської общественній організації Гражданська сеть опору Алексея Кармелецкого. Він з нами на прямой телефонній зв'язи. Алексей, добрий вечір. Здравствуйте. Скажіть, откуда вам стало известно об этом факте нарушення закона о персональних данах? Я сам проживаю в городе Рубежно и был удивлён, когда утром вышел из дома и увидел, что на низких домах висят списки переселенцев, включая персональні данные переселенців. Конечно же, це мене розмотило, потому що нашу організацію дуже часто обращаються переселенці, які вимагаються переселенців, страдати і так, проживаючи в не лучших условіях. Некоторі з них зараз не получають выплату, з'за того, що їх проверяють якобы собеси. Ну, дійсно, ви дуже правильно сказали, що не є нехватка персоналу в собесах, з'за цього просто затягивається процес проверки. І тут, таким образом, ми видимо списки, які знаходяться, вклеїли на під'їздах. Конечно же, ми обратились в собес, щоб узнать причини. Нам довго не говорили, откуда, хто виноват. І к концу дня собесах сказали, що на самом деле вони вообще об цьому не знали, і виноват оказався ОСМД, який розклеїв данные списки. Ну, на самом деле, ми не знаємо, хто действительно виноват. Я думаю, що це вже должны устанавливать правоохранительні органи, але факт налицо. Не на всіх домах, а розклеїли були об'явлення лише в нескольких домах, які відносяться к одному із ОСМД. Скільки було таких об'явлень, Алексей, вам известно, і якія лична інформація персональна в цих об'явленьах содержалася? Об'явлень було розвищено на 10 під'їздах, в двох домах, які відносяться к одному із ОСМД. Лічна інформація, наприклад, це фамилия і отчество, місто проживання данних лиц і часу речістрація в суб'язі. Тобто, якщо ми говоримо о місці проживання, то таким образом, я уверен, що багато переселенців, які приїхали з оккупуванного зону, по-многому опасаються, можливо, навіть своє будуще, хто був публичен. І я думаю, що багато з них не хотіли б, щоб місто їх проживання стало публичним, в тому числі і в целях безпасності. Ми считаємо, що недопустимо розвищувати, в тому числі, таку інформацію. Алексій, вам известно, наказали ли кого-либо за цей поступок? Я неизвестна. Я думаю, що, скоріше, цього, ні. Тому що основна версія управління від судзащити, що вони взагалі об цьому не знали, виновата у всьому СМД, у СМД никак не комментирують на данний момент і відказуються давати які-либо коментарії. Ми відправили офіційний запрос у управління від судзащити, що все-таки установили, хто виноват у даному ситуації. Офіційного відповіда на запрос нашій організації не було. Среди коментарів, що ми получали, вони говорили, що виноват у СМД. Реакція правозащитників, в тому числі, і міжнародних, була якась? Конечно, все правозащитні організації возмущені данным фактом, поскольку потомні призыви к містним жителям относительно відслеживання місц проживання переселенців, публікації персональних данных переселенців недопустимо. Ми повинні говорити, що переселенці так дуже уязвимі сьогодні. І вмістом, щоб помість їм інтенсуватися в містну громаду, власть фактично способствує формування такого неколерантного отношення містних жителів к данной соціальні групи. Ну а що буде, якщо завтра вважаємо списки матерей-одиночок, персональна інформація, будемо призовати горожан, проверити інформацію, що дійсно вони живуть одні, а може публікувати адреса больних, ВИЧ, туберкулізов, не дай Бог. Ну і так далі. Я не буду продовжувати, але це все недопустимо і з моральної, і з правової точки зрення. І дуже багато вже було заявлений, як правозащинників, приїжджали депутати Верховної Ради, вбільші, вважалися, в управління соціальної захисту, за коментариями по данному факту. І, звісно, я думаю, що все-таки більші внимание мас-медиа, правозащинних організацій к данному факту, датись результатів, в дальнійшем подобні факти не будуть повторяться. І ще також отмечу, що буквально к вечеру, як тільки наша організація одна із первих розпространила інформацію об цьому, всі списки вже відсутніли на під'їздах і були вбрані, як тільки почався інформація об цьому з'явилася мас-медиа. Алексей, я благодарю вас за коментарий. До свидания. На прямій связі був руководитель Луганського обласного представительства гражданської сети опори Алексей Кармілецкий. Скажіть, Ксіня, ваше відношення к такому факту? Насправді, і це якраз про це думала, коли колега розповідав про це, це вже не перший випадок. Бердянськ був на нашій пам'яті в начині року. Там були розповсюджені тільки так розголошені адреси, але ми вважаємо, що за наявності також відомості про статус внутрішньопереміщених особи в певному так маленькому, невеличкому місці цих людей дуже легко визначити. Я думаю, що це негативно впливало на ту частину внутрішньопереміщених осіб, які, на жаль, були у цьому списку. Якщо брати навіть точечно, рубежне, Бердянськ, яким послідствиям можуть привести отакі розпільні дії чиновникам? Насправді, персональні дані можуть бути розповсюджені тільки за згоди тієї особи, щодо якої вони стосуються. Без цієї згоди, тільки у визначених законом випадках вони можуть розголошуватися. Будь-які найрізноманітніші наслідки для кожної індивідуальної особи вони можуть викликати. Починаючи від елементарних, на які ми можемо так не звернути увагу, і закінчуючи репутацією, авторитетом. Це навіть стосується поваги до особистого життя. Тобто тут безліч прав можуть торкатися в залежності від того, до якої саме ситуації і якого ще порушення може призвести розголошення саме цієї персональної інформації. У людей, які потрапили в ці списки вивішені, є ли в них можливість якось защитити свої права в суді? І стоїть ли? Наскільки ефективно це може бути? Звісно, це на сьогодні не дуже легко, оскільки за нашу інформацію і внутрішні переміщені особи не дуже налагоджені для того, щоб звертатися до суду. І тоді вже, коли вони звертаються, необхідно отримати і правову допомогу, і сплатити судовий збір, і вже відстояти свої інтереси та позиції в судовій процедурі. Звісно, це треба робити для того, щоб таких випадків більше не повторювалося. І навіть я зараз сижу тут і не впевнена, що вони не будуть повторюватись. Тобто, якщо це було вже вдвічі, немає розуміння у наших органів та підприємств, установ того, що цього робити просто не можна. З багатьох причин. По-перше, ми рекомендуємо, коли переселенці підписують акт, перечитувати його, перш ніж підписати. Якщо якась інформація неправдиво відображена в цьому акті, то можна поруч з підписом просто поставити про це, так, якусь помітку, що ви з чимось не згодні, так, ви, як внутрішньопереміщена особа, зобов'язані його підписати, але при цьому ви можете просто якусь помітку зробити про те, що там щось не гаразд, так, щось не так відображено. По-друге, можна сфотографувати цей акт, так, можна попросити копію в інспектора, але якщо у нього немає можливості надати копію, то можна просто сфотографувати. Чому це можна зробити, і ми рекомендуємо, тому що можуть виникнути питання, як довести той факт, що ви успішно прийшли перевірку, та і виплати вам мають бути призначені. Іноді в той чи іншій ситуації з'являється необхідність відстоювати свої права, тому заради своєї безпеки ми рекомендуємо зробити таке фото або таку копію взяти. Це основні наші рекомендації, також стосовно горячої лінії та звернення до наших приймалень. Ми рекомендуємо, і звертайтеся. Наїзусть помните вашу горячу лінію? Ні, на жаль. Але я можу надати його після. Дякую, але я думаю, право на захист можна знайти в інтернеті. Неудивіло, що з таким відношенням к переселенцям багато з них відбуваються туди, де до сих пор йде війна. І хоча цяка цяка не з розряда горячих новостей в СМІ, число жертв среди мирного населения с каждым днем лишь растет. Официальные данные ООН далее в інфографике. В июне 2016 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 69 пострадавших среди гражданского населения на востоке Украины, включая 12 погибших и 57 раненых. Это почти в два раза больше, чем в мае 2016 года и рекордный показатель с августа 2015 года. В июле количество пострадавших среди гражданского населения было еще большим и достигло 73-х, 8 погибших и 65 раненых. Среднемесячное количество пострадавших за июнь и июль этого года 71, более чем в два раза превысило среднемесячное количество пострадавших 34 в течение 9 предыдущих месяцев с сентября 2015 года по май 2016 года. Вследствие артиллерийских обстрелов пострадало более половины всех потерпевших за последние два месяца. Между 1 июня и 31 июля 2016 года 72 гражданских лица были ранены и шестеро убиты в результате таких обстрелов, в том числе, предположительно, с использованием вооружений, прямо запрещенных минскими соглашениями. Мины, взрывоопасные пережитки войны, растяжки и самодельные взрывные устройства повлекли большинство остальных жертв. Всего с середины апреля 2014 года по 31 июля 2016 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 31 690 пострадавших, включая 9 553 убитых и 22 137 раненых в зоне конфликта на востоке Украины. Есть ли шансы, что число пострадавших в августе и в последующие месяцы приблизится к нулю, а также какой вектор движения определила для себя украинская власть сейчас в сторону разрешения конфликта, его заморозки или же экскалации боевых действий. Об этом поговорим с директором Украинского центра анализа и менеджмента политики политологом Русланом Бортником. Руслан, добрый вечер. Здравствуйте. Почему орудия снова заговорили на Донбассе? Потому что молчат политики. Вот если просто ответить. Тупик в минских переговорах, отсутствие прогресса в реализации вот этих 13 минских пунктов, особенно политической части, выборы, конституционная реформа, граница, амнистия, все остальное приводит к тому, что боевые действия усиливаются. Политики уже не сдерживают. Если сравнить даже с прошлым действительно годом, была надежда на то, что все-таки минские соглашения с каким-то опозданием, с задержкой начнут реализовываться. Сегодня этой надежды все меньше и меньше, и политики все меньше и меньше могут удерживать военных. У военных все меньше и меньше понимания, почему мы вот здесь стоим. Движения никакого, в какую-то понятную сторону, какого-то тренда нет. И поэтому, говорят пушки, люди сводят счеты, возникают стихийные эскалации, возникают организованные ситуативные эскалации, которые являются попыткой шантажировать оппонента, или подтолкнуть его, принять у кого-то решение, или ослабить его переговорные политические позиции. И война стала чистым инструментом. Чистым инструментом вот такого себе политического регулирования, политической конкуренции, что ли. Какие цели тогда у этого инструмента? Разные. Разные у сторон цели. Вот если так упростить, тоже, чтобы было понятно нашим телезрителям, то приблизительно цели сегодня следующие. Украина хочет заморозки конфликта. Россия и так называемые ДНР, ЛНР хотят фактически создания федеративной Украины и реинтеграции в состав Украины на федеративных началах. Европа не хочет эскалации, потому что это идет по ее экономическим, социальным любым интересам. США, мне кажется, довольны нынешней ситуацией, ситуации существования проблемного места между Европой и Россией, соответственно, невозможностью формирования такого российско-европейского союза. Вот очень грубо такой приблизительный расклад. Поэтому пока стороны какого-то принципиального соглашения в отношении алгоритма решения этого конфликта не достигли. Единственное, о чем они договорились, они нашли какой-то баланс не переводить пока в конфликт в такую горячую военную фронтовую фазу. Но этот баланс тоже может быть в любой момент нарушен. И события, которые случились в Крыму, покушение на Плотницкого, отказ принятия российского посла в Украине могут быть причинами для нарушения этого баланса. Руслан, скажите, вот в каком формате по-вашему следовало бы говорить, чтобы договариваться? Поскольку Минск-2 не выполняется или частично выполняется, Минск-3, может быть, если он возникнет, может быть попросту пустыми разговорами. С кем и как нужно вести дело? Во-первых, за столом должны сидеть все игроки. То есть, как минимум, за этим столом сегодня, когда мы говорим Нормандска, четверки или Минске, должны сидеть Соединенные Штаты Америки. Это как минимум. Во-вторых, все стороны должны делегировать полномочных представителей. То есть, любые документы, которые будут согласованы в рамках этих договоренностей, должны подписать президенты, министры иностранных дел, то есть, полномочные представители. И вот тогда будет шанс на то, что будут достигнуты какие-то соглашения. Все же общество всех стран толкает политиков к миру. Они играют в войну, но все-таки общество в основном хочет в мире. И в Украине, и в России, я уже молчу, о Донецке, Луганске, и в США, и в Европе. И тогда есть шанс на то, что эти соглашения частично будут выполнены, потому что под ними будут подписи серьезных и ответственных людей, наделенных легальной властью. Имеет ли смысл говорить с руководителями марионеточных государств, ЛДНР? Или уже с их руководителями? Имеет смысл, потому что эти люди сегодня серьезным образом влияют все-таки на общественное мнение в Донецке и Луганске. Не имея необходимого общественного мнения, не имея социальных структур, которых они тоже контролируют, даже если отбросить военную составляющую. Мы столкнемся с огромными проблемами на пути реинтеграции этих регионов. Мы столкнемся с колоссальной проблемой социальной реинтеграции, которую некоторые страны в мире переживают по 80-100 лет после завершения конфликта. Поэтому и с этими людьми имеет смысл говорить не как с представителями каких-то государственных образований, а как с лидерами все равно какого-то общественного мнения на этих территориях. Тема войны в Украине. Насколько сейчас она актуальна в Европе и чем нам грозит выпадение этой темы из из поля зрения? Мне кажется, что эта тема конечно она сегодня ушла не на третий даже на пятый и шестый роли. Угроза терроризма, миграционный кризис, экономический кризис, Brexit в Европе это только на первый взгляд ключевые проблемы. Украина где-то там дальше и глубже. В принципе Европа помникается в какой-то мере согласно на замораживание конфликта. Единственное, что у меня есть глубокое понимание что заморозить нам этот конфликт не удастся. Конфликт замораживается только тогда, когда между сторонами или абсолютный паритет или не достигли неформального соглашения о замораживании этого конфликта. Сегодня ни паритета ни такого соглашения быть не может. Он не устраивает многих игроков партию мира глобальную транснациональную безусловно он не устраивает Россию такое замораживание конфликта. Поэтому его не будет. Но вот это снижение европейского внимания к украинскому вопросу делает создает очень опасную ситуацию для нас потому что мы все больше и больше наедине остаемся с проблемой и с оппонентами без европейской модерации. Уже сегодня заметно, что Европа все меньше и меньше ориентируется в внутренних украинских делах в конфликте на Востоке. Она просто меньше не хочет понимать. Она занята другими проблемами. И это чего-то то, что какой-то момент скажут Россия и США разбирайтесь с этим конфликтом. Мы вмешиваться не будем. А две глобальные государства могут делить вне рамок демократического процесса или цивилизованного процесса этот конфликт. Украинская власть настроена на замораживание ваше мнение? В принципе, да. В принципе, да. Конечно, украинская власть этом никогда не сознается. Потому что сказать, что мы будем замораживать конфликт, это все равно что сказать, что мы отказываемся от этих территорий. Но с одной стороны, если взять с августа отрезок времени с августа прошлого года по начало лета, когда жертвы и обстрелы и все снизилось, разве нет или заморозка? В какой-то мере да. Да. В какой-то мере все-таки минские соглашения помните? Продляли сроки минские соглашения. Пытались договориться о выборах. Были очень оптимистичные заявления министров иностранных дел Германии и Франции. То есть, была надежда. И вот эта надежда удерживала сторону от эскалации конфликта, удерживала их от того, чтобы быть обвиненными в среве этих договоренностей. Сегодня таких механизмов все меньше и меньше удерживающих. Сейчас события в Крыму и события на Донбассе. Какие последствия они могут иметь в ближайшей перспективе нескольких месяцев? Пока что Россия пытается использовать ее как элемент шантажа политического. Заговорили о разрыве дипотношений. Чем это тоже может быть чревато? Или отмене безвизового режима между странами. Все это чревато на самом деле. Или эти фразы, которые прозвучали в комментарии Путина о том, что в Украине находятся люди у власти, которые незаконно ее захватили и продолжают удерживать. То есть, это повторение фактически риторики начала 2014 года о хунте в Украине. То есть, это очень резкая риторика. Украина террористическое государство. Все это элементы того, что Россия показывает западным партнерам, что она не согласна на заморозку конфликта. Если будет идти тренд на заморозку конфликта, она снимает с себя любые обязательства прекращению боевых действий, любые обязательства в рамках договоренности Нормандской четверки и собирается действовать как ей заблагорассудится. Я не думаю, что это перейдет в горячую фазу войны, но более интенсивное вмешательство России, например, внутренних дел Украины, интенсификация каких-то кризисных процессов в политике или в экономике, очень вероятно, так же, как и вероятна эскалация на линии фронта, локальная эскалация по типу Дебальцевской, аэропорта или Маринке. В этом свете почему некоторые государственные мужи ну что ли запугивают тем, что возможно полномасштабная война, заново начали запугивать и говорят уже о новой волне мобилизации в последние несколько дней? Потому что если мы не будем говорить о войне и мобилизации, мы о чем будем говорить? Мы будем говорить о тарифах, о коррупции, о оффшорах, о провальных реформах, о провальном неэффективном векторе внешнеполитической ориентации, имеется ввиду евроинтеграцию сегодня, с которой безвизовым режимом которого нет. Мы будем говорить о тех проблемах, которые бьют под дых власти. И мне кажется, что в какой-то мере сегодня вот эти заявления о войне, это просто попытка отвлечь общественное внимание и еще раз подчеркнуть свою важность именно со стороны Украинской партии войны. По поводу поддыха. Электронное декларирование и провал, собственно, его внедрения, не является ли это ярким примером того, о чем вы говорите? Ну, тут не все так просто, потому что, знаете, в этой ситуации уникальная власть попыталась пропетлять, сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, и ввести электронное декларирование, и вместе с тем сделать его, знаете, таким, введение, это сделать таким импотентным, введение, которое не опасно для чиновников, введение, которое не имеет юридической силы, не может быть доказательствами в судах. Конечно, в какой-то мере это дискретировало украинскую власть и в глазах проевропейской настроенной части общества, и в глазах европейских партнеров. Но это определенный маркер того, что нынешние управляющие элиты, они не соответствуют тем желаниям, которые высказывали люди на Майдане, и не соответствуют тем заявленным целям евроинтеграции. Они не готовы играть по европейским правилам. Они хотят просто сохранять власть, но играть по старым правилам, которые были характерны в стране 20 лет до того. Кому выгоднее всего срыв электронного декларирования? Мы должны понять, что электронное декларирование практически не касается топ-чиновников. То есть они уже за это время подготовились, переписали, развелись, переписали все свои имущества на неизвестных, малоизвестных людей, часто несуществующих, на чьи-то паспорта, вывели это в офшоры. То есть есть разные варианты, как этого избежать. Это, прежде всего, касается средней бюрократии и ниже средней. Сегодня среднюю бюрократию и ниже контролирует власть, контролирует королиция, контролирует президент. И, конечно, удар по этой средней бюрократии, который может сделать это электронное декларирование, оно не в интересах власти, потому что она потеряет управляемость этой бюрократии. И, конечно, сегодня можем откровенно говорить, что именно в президентской вертикали невыгодно электронное декларирование. Именно они блокировали бюджетные правки в свое время. Именно под их контролем находится государственная служба спецсвязи, которая является частью СБУ. Политический популизм как оружие массового поражения и еще, цитата ваша, ересь пиара, главное правозаболевание политиков. Вот в контексте политической ситуации и в нашей стране, и в грядущие выборы в США. Вот эти два понятия истолкуйте. Во-первых, ересь пиара. Я призываю всех оценивать, наших политиков, наших антикоррупционеров, только по результатам. Не смотреть на задержание, смотреть на судебные процессы, условно говоря. Не смотреть на заявления политиков, смотреть, что человек этот сделал, чтобы достигнуть этих заявлений. То есть только по результатам. Иначе мы, вы нас постоянно будут, знаете, просто обманывать откровенно. Обманывать и нами постоянно будут манипулировать. А почему короткопамять избирателя? И как ее развивать? Мы до сих пор не верим, что мы строим свою страну. Поскольку мы не верим, что мы строим свою страну, то, что мы поругались, условно говоря, с тещей 10 лет назад, мы помним. А то, что мы строим свою страну и что нам обещали политики вести определенные дороги, мы не помним. Потому что мы не верим, что мы строим свою страну. Мы думаем, что все ситуативно. Мы проголосовали и забыли. И ждем манны небесной. Нам постоянно действительно надо критически относиться к социальным, политическим процессам и помнить, что говорили политики. И популизм, ну вы знаете, популизм есть двух видов. Есть популизм классический. Это когда обещают манные берега Киселевой реки. То есть обещают рост зарплат, пенсии, галлопирующие развитие экономики. А есть циничный популизм. Когда и этого не обещают, но обещают привезти в Европу, обещают побороть коррупцию, обещают провести реформы. И этого не делают и обманывают. Все это популизм. Какой из них хуже? Ну я думаю, что украинцам сами выбирать. Они каждый день чувствуют на своем кармане, какой популизм хуже. Как власти следовало бы снять социальную напряженность в преддверии и отопительного сезона, и следующий этап повышения тарифов ЖКХ? Вот ваше мнение. Несколько инструментов. Первое, пересмотреть тарифы. Они очевидно завышены, они очевидно несправедливы, они не рыночные. У нас нет рынка. У нас нет рынка газа, рынка электроэнергии. Я был в Франции летом, 22 поставщика электроэнергии, 24 поставщика в Париже газа. Любой гражданин может выбрать. Это называется рынок, и там есть рыночная цена. У нас этого нет. Тарифы. Второй механизм вынести, возможно, ключевые вопросы, самые острые вопросы нашей политической жизни. Конституционные реформы, Донбасс и все остальное на референдум. Спросите у людей. Пускай даже консультативный референдум. Пускай люди выскажутся по этому поводу и почувствуют свое участие в этих политических процессах. И третье, конечно, мне кажется, что страна созрела к досрочным парламентским выборам. Потому что нынешний парламент не то, что малопопулярен, он уже не отображает, абсолютно не отображает социальных настроений. И досрочные парламентские выборы могли бы перезагрузить политическую систему. У нас все-таки парламентская, президентская страна. Могли бы дать новое, более количественное правительство. А самое главное, восстановить связь между обществом и государством. Восстановить доверие хотя бы на начальном этапе к политике. Надолго ли? И в каком формате? Полгода, год-два, может быть. Это больше не получится. Такова специфика нашего трансформационного процесса. Но в нынешних ситуациях, ситуация кризиса, мы реально на рубеже стадии, на рубеже социального конфликта, на рубеже распада, какого-то деградации государственной. Это большой срок. Эта передышка, она позволит много чего достичь и стабилизировать ситуацию. Агентство Bloomberg оценило так, что Украина вернулась к росту 2013 года. Пусть там рост и незначительный. Ваше мнение, насколько политика повлияла на этот рост экономики? Насколько он велик глобален? За счет чего растем-то? К сожалению, в украинских условиях лучший способ политиков влиять на экономику, так же, как судьи в футбольном матче, не вмешиваться просто. Быть незаметными. Не мешать. Не регулировать валютные курсы. Не вносить какие-то несумасшедшие показатели в госбюджет. Не заниматься провоцированием инфляции через рост тарифов. То есть, просто не вмешиваться. Если политики банально обеспечивают стабильность, вот как первая половина этого года, буквально до последних двух-трех недель, банально возникает какая-то хотя бы видимая зачатка стабильности, экономика начинает сразу восстанавливаться. Вот политикам главная задача договориться между собой, обеспечить консенсус, обеспечить стабильность. И даже в этих условиях, даже без государственной стимуляции, у нас будут наблюдаться позитивные общественные тенденции. Конечно, хотелось бы параллельно, чтобы государство инвестировало в инфраструктуру, чтобы государство разработало новую программу реиндустриализации страны. Мы не сможем никогда быть гражданой, мы потеряем половину населения как минимум. Чтобы государство своими точками своих инвестиций, своего внимания выбрало медицину и образование. Две в этих сфере. Этого хотелось бы. Но даже если этого не делать, просто банально обеспечить стабильность, все будет лучше. Руслан, спасибо большое вам за участие в нашем эфире. О будущем Донбасса говорили с директором Украинского центра анализа и менеджмента политики политологом Русланом Бортником. До тех пор, пока разрешение конфликта лежит в большей степени в плоскости разговоров, проблемы вынужденных мигрантов зачастую решают волонтеры. Для переселенцев из Донбасса и Крыма общественники создали интерактивную карту помощи. Сайт WPO defisos.org предлагает самый полный список общественных организаций и объединений государственных учреждений в формате онлайн-карты, а также новости и полезные инструкции для вынужденных мигрантов. На этом электронном ресурсе переселенцы могут найти нужную организацию в своем городе, искать организации по типу помощи, от гуманитарной помощи к образовательным проектам, ознакомиться с актуальными новостями и полезными юридическими инструкциями, грантами, добавить на карту свою организацию или предложить новость, которая касается переселенцев. Сайт запущен общественной организацией КрымСОС при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев. На этом вся информация. Встретимся, как всегда, через неделю, ровно в 18.20. В студии работал Максим Суражский. Берегите себя и близких. Продолжение следует... Продолжение следует...